Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России собираются ужесточить ответственность за повторное нахождение за рулем без водительского удостоверения Имеются в виду случаи, когда документа никогда не было Как известно, впервые такое нарушение наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей Рецидив же будет стоить от 50 до 100 тысяч Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Его уже поддержали правительство и Верховный суд Кроме того, рассматривается возможность конфискации транспортного средства у тех, кто постоянно ездит без прав Трасса 101 Многие автовладельцы в России задумались, что делать, если машина станет не по карману Опрос показал, сообщает издание Автоньюз Около трети автомобилистов будут избавляться от личного транспорта А каждый пятый уже сейчас собирается пересаживаться на общественный транспорт В целом риск остаться без запчастей беспокоится нас больше, чем вероятность угодить в ДТП Для поиска необходимых комплектующих респонденты готовы задействовать все возможные пути На официальных дилеров надеются только 10% участников опроса Трасса 101 В России увеличился спрос на поддержанные машины из Японии Продаются они там на аукционах Такая покупка в связи с укреплением курса рубля стала довольно выгодной Цены откатились на несколько лет назад По словам предпринимателей, работающих в этой сфере, особой популярностью пользуются автомобили стоимостью от 2 миллионов рублей В список наиболее востребованных моделей традиционно входит Toyota Land Cruiser Внедорожник, пригнанный из страны восходящего солнца, может обойтись на несколько миллионов рублей дешевле Трасса 101 Московские автолюбители взмолились Камеры, которые распознают непристегнутый ремень безопасности, начали штрафовать их по несколько раз в день Например, один из водителей за 4 дня насобирал почти 40 таких взысканий Хотя люди уверяют, что ремнями пользуются Значит, неправильно пользуйтесь, заявили в Центре организации дорожного движения На снимках видно, что ремень безопасности проходит не над левым плечом, а под левой рукой С точки зрения ПДД это нарушение штрафа на тысяча рублей Трасса 101 Мазда 3 возглавила список автомобилей трехлеток массового сегмента, которые можно максимально выгодно продать Данными за 2021 год поделилось агентство Автостад Упомянутая модель за три года эксплуатации подорожала на вторичном рынке на 15 с небольшим процентов Второй показатель в плюс 13 процентов у Мазды 6 На третьем месте оказалась Шкода Рапид, прибавка почти 10 процентов На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101